короче мы в очередное автопутешествие погнали даже не нам предстоит офигительная поездка смотрите нас и не переключайтесь на другие каналы кого ждете мальчики и девочек заехали по пути в мигею на смотровую площадку площадка не так давно сделано видите как обустроена уже стоят скамеечки стоит троллей правда пока не работает работать начнет чуть позже мы просто рано на обратном пути мы наверное по нему спустимся говорят самый скоростной в украине сделали самый длинный он какой видите и аж на ту сторону радонового озера класс просто супер тут еще сделали какие-то палаточки с едой отличная площадка есть куда поставить машины крутой вид романтический завтрак в мигее такой паштетики хлебушки молочком все вкусно сейчас перекусим и поедем дальше оставайтесь с нами будет много всего интересного что жень как съемка фильма отлично отлично подписывайтесь на канал ставьте лайки и нажимайте на колокольчик подписывайтесь на канал и начинает работать гидравлика задней части 4 фиксатора спускается в шахту прикручивается до шахты после чего контейнер поднимается на домкратах машина съезжает и вот этот очень прикольный музей сейчас еще будем спускаться вниз если будете как-нибудь проезжать мимо мимо не проезжайте обязательно заскакивайте сюда музей находится на границе николаевской кировоградской областей недалеко от первомайска ну и если вы загуглите в принципе вы по-любому найдете его таких только в нашей дивизии было 90 шахт шахты были многоцелевые здесь могли находиться ракеты как жиркостные так твердотопленные глубина ствола шахты было 35 метров по договору 29 метров засыпали и забетонировали сделали восьмиметровую пробку ствол шахты это монолит железобетон здесь диаметр 6 метров сверху закрывающее устройство крыша 121 тонна ну и соответственно под эти три вверх давай иди сюда аккуратно подписывайтесь на канал жмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить меня это очень мотивирует для создания интереснейшего контента рад каждому из вас спасибо что смотрите мой канал с вами левомир борода на левом отсеке командного пункта над нами находится сверху крыша 121 тонна для того чтобы пробыть такую крышу надо приложить усилие 800 килограмм на квадратный сантиметр создать давление для того чтобы разрушить для командного пункта землетрясение в 9 баллов не проблема он спокойно его переживет за стенками проходят восемь метров железобетона по кругу соответственно сам командный пункт под избыточным давлением случае если ударная волна я чтобы на его не раздавила под избыточным давлением ну не бойся подзвонить же надо не надо 6 ребенок нажми 6 нажми кнопку 6 нажми поехали то раньше надо было до возле дверей позвонить а сейчас уже все особо ничего не на что 2 остановка там есть дверь это до дизельных установок потом еще одна дверь будет в седьмом отсеке это кондиционеры потом 11 главный зал и 12 жилой цех вот четыре двери из 12 есть остальные попасть можно только изнутри по леснички внутри можно было пройти приехали теперь нам надо до двери на себя одни давайте да 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 одну сначала верочку так вот так атака так открывать теперь вот эту дверочку и вот эту большую ручку надо поднять вверх да поднимите все заходите получается так нижняя полка ягвагони припедняли 50 на секундочку припедняли и получается стол одно место посадочное второе третье три места соответственно здесь кухня электросамовар электроплитка свп жнепрянка вынесли там наверх запас продуктов хранился вот здесь стоечка открыли ящик достали и в банках начиная от борщей свареных и заканчивая звучонкой было заложено на 7 суток на два человека именно здесь остальные доносилися и хранилися уже за контейнером случай если полный автономный режим на полтора месяца тогда вот этих двух ящиков на 7 человек не хватит ага 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 Нету, да. Иди вот сюда. Сейчас я ее закройлю. Или не замерзнет? Не замерзнет. Ого. Там макет наверно, да? Да. Так. Так. Так вот. Доставайте. Я расскажу. Присаживайтесь. Вы там присадьте. Вы присадьте там, а вы можете здесь. Ага. Командир полка вот он. Присутствует. Под задницей у командира сейф, где хранятся коды, где хранятся ключи и касса полка. Все находилось у командира. Возле командира рядом находилось знамя полка. Выносилось только на присягу, когда молодые солдаты приходят. И прямая связь с Москвой. Без наборника, телефон с гербом союза. Вы трубочку подняли. Это генеральный штаб Москва на проводе. Это место командира. Ну, второй раз в 68 году, когда Советский Союз вел войска в Чехию. С 21 августа по 1 сентября горела также эта лампочка. То есть в это время мир был на грани развязывания ядерной войны. Когда надо нажимать? Расчет. Внимание. Пуск. Вот. Переведен в боевый режим. И в течение 30 секунд ракеты готовились до пусков. Готовность полная. Этот проход имеет протяженность 155 метров. А по кругу мы прошли до 90 метров. Ну и до старого команда Раиса там еще проход 650 метров. Плюс еще до караула. Вот и проходило 200 подземных сооружений. А для того, чтобы компенсировать недостаток зеленого подзема. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы уже почти что доехали до Венницы. Осталось буквально там 8 каких-то километров. Сейчас приезжаем, заселяемся в гостиницу и идем гулять. Целый день в дороге немножечко нас вымотал. Вот. Поэтому надо погулять. Сейчас будем гулять. Что-нибудь посмотрим. Я в Венеции не был ни разу. Был один раз. И то нас привозили проездом. Мы ехали с какого-то тура. И нас привезли вечером на фонтаны. Вот. Мы на все это посмотрели. Был большой движ. Фонтаны уже практически прекратили там делать красиво. Вот. Мы походили со Славиком, выпили какого-то коньячку, короче, и поехали дальше. А поэтому Венеция мне вообще не знакома. Вот. Вечерок. Мы вышли у нас буквально там 3-4 часа. Потому что надо ложиться спать и ехать дальше в дорогу. Завтра тоже тяжелый день. Вот. Собственно, пока мы не дошли ни до каких интересных моментов, хочу вам рассказать про Депешмод. Я позавчера был на концерте Депешмод в Киеве. Вот. И что для меня эта группа значит. Услышал я их первый раз 27 лет назад. В нашем дворе, в котором я рос, все слушали Депешмод. Старшие ребята и мы младшие. Вот. И, собственно, у каждого из нас, чтобы вы понимали, была тетрадка, в которой мы ручкой писали тексты песен, вырезки из газет, журналов. Все про Депешмод. Мы знали, когда кто из них родился, как их зовут, откуда они родом, про их увлечение. Это был север, республика Коми-Печора. Вот. Если кто-то ездил с родителями в Москву, то они привозили какие-то плакаты или журналы. И все это перепечатывали. Как перепечатывали? Фотографировали и потом печатали. Знаете, такое черно-белое фото делали. Переписывали все эти тексты как раз, все эти статьи в свои тетрадочки. Друг у друга переписывали кассеты. Короче, все мы были дичайшими фанатами Депешмод. И наш двор даже называли депешами. Мы их косили под участников группы Депешмод. Делали себе такие прически, короче, погоняло какие-то. Вот у нас еще был друг Коля, который классно очень рисовал. И он рисовал просто в школьной тетради ручкой участников группы. Их лица, портреты. Очень классно у него получалось. Сзади пририсовывал цветной британский флаг. Мы эту бумажку клали под целлофан. Тогда, знаете, макароны продавали целлофан в пакет. Вот под такой целлофан и пришивали на свои джинсовые куртки как нашивку. Такое было интересное время. Мы покупали у Коли эти рисунки. Делали все такие вот нашивки. Ну и, собственно, понятно, что Депешмод в моей жизни, в моей молодости сыграл одну из таких ключевых, наверное, ролей в плане музыкального формирования, в плане формирования музыкального вкуса. Поэтому, когда жена подарила мне к Новому году билеты на этот концерт, соответственно, я был очень рад. И вот прошло этих полгода, даже чуть больше, и я съездил на концерт. Ну и, собственно, сами можете понимать, какие у меня эмоции и впечатления. Да, по организации, как многие сейчас уже пишут, то, что концерт был очень плохо организован. Но это все организаторы виноваты, а не сам Депешмод, собственно. Там некоторые люди даже не попали там из-за очереди на половину концерта. Но я попал, видел его с самого начала. На таких больших концертах я не был никогда. Плюс Депешмод для меня много значит. И когда я услышал старые песни живьем, я сидел и думал, что ни хрена себе мог бы я тогда в 90-м году пиздюком думать о том, что когда-то, спустя 27 лет, я буду вот взрослый мужик, 40-летний, с бородой, стоять и слушать эти песни уже живьем. Соответственно, это классные эмоции, классные впечатления. Ну и смотрите небольшой сюжет о том, как их будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Бойкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, мы пришли в музей науки. Теперь Женя будет белочкой и останется здесь жить, развлекать детей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА уже можно к женам класс уже можно кричать дайте я тебе попробую я так не смогу да ну так нажимать? да а! ну почему я так? уже не так аааа почему я не не пуп 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 да ну ладно, оставалась построил дом? построил дом очень хотелось кушать зашли написали на фейсбуке я спросил где можно нам быстренько перекусить вкусно бюджетно и чтобы уютно было нам посоветовать кафе библиотека зашли правда очень вкусно нас накормили быстро офигенным бюджетным ну и вообще очень классно от понравилось когда сытый желудок тогда и отзывы хорошие вот памятник блогеру говорят и сидит и думает тоже мне написать через пару недель будем проезжать еще раз виницу и я надеюсь что мы остановимся здесь на побольше и обязательно днем чтобы была возможность больше погулять и больше вам показать а Субтитры создавал DimaTorzok